Дамы и господа, уважаемые участники форума, от имени правительства Республики Казахстан приветствую вас на этом важном ежегодном форуме, собравшем представителей крупных нефтегазовых компаний, представителей мировых энергетических организаций, известных политиков, бизнесменов и экспертов. Рад возможности лично приветствовать уважаемых спикеров форума, также недавно избранного нового главу Всемирного нефтяного совета Рената Бертани, экс-премьер-министр Испании Хосе Мария Аснара и других наших уважаемых дорогих гостей. Сегодняшний форум является особенным для Казахстана. В его рамках впервые в нашей стране состоится заседание Всемирного нефтяного совета. Таким образом, Евразийский форум Казэнерджи становится признанной международной диалоговой площадкой для обсуждения наиболее острых тем, стоящих на повестке дня казахстанской и мировой энергетики. Заседания предыдущих форумов демонстрировали свою высокую эффективность в укреплении диалога государства и бизнеса, содействовали устойчивому развитию нефтегазово-энергетического комплекса Казахстана. Ежегодно в нефтегазовые отрасли республики приходят значительные инвестиции. Благодаря этому успешно реализуются масштабные проекты в области добычи нефти и газа, такие как Северокаспийский, Тенгийский, Карачаганакский. В соответствии с государственной программой индустриально-инновационного развития, модернизация наших нефтеперерабатывающих заводов будет осуществляться поэтапно до конца 2015 года. Глава нашего государства поставил перед правительством задачу создать комплекс глубокой переработки нефти на Тараусском нефтеперерабатывающем заводе стоимостью 1,7 миллиардов долларов. Реализация этого проекта позволит увеличить в три раза производство бензина, причем соответствующие требованиям Евро-5. Вывод на проектную мощность от Тараусского газохимического комплекса потребует инвестиций порядка 6,3 миллиарда долларов. Эти вложения позволят Казахстану производить собственный пропилен и полиэтилен. В 2013 году планируется ввод в эксплуатацию северокаспийского проекта в рамках этапа опытно-промышленной разработки. Растет производство природного газа. На Карачаганаке будет построен газоперерабатывающий завод мощностью 5 миллиардов кубических метров в год. Казахстан по-прежнему сохраняет за собой позицию крупного производителя в глобальной уранодобывающей отрасли, обеспечивает 36% от общего мирового объема добычи урана. Традиционно одним из динамично развивающихся секторов Казахстанского топливно-энергетического комплекса является угольная отрасль. В расчете на обозримую перспективу запасы и уровень добычи угля позволяют полностью удовлетворить потребности экономики и топливно-энергетического комплекса Казахстана, в том числе учитывая ввод новых генерирующих мощностей. Подчеркну, что Казахстан, будучи надежным энергетическим партнером, соединяющим Восток и Запад, играет важную роль мировой энергетической безопасности. Мы понимаем, что даже с учетом текущей мировой экономической неопределенности, мировой спрос на энергоресурсы будет расти. Поэтому мы намерены и далее способствовать диверсификации маршрутов транспортировки энергоресурсов и конечных рынков потребления. Достижение максимального производственного потенциала в Казахстане зависит от возможности привлечь новые инвестиции. Правительство постоянно работает над совершенствованием инвестиционного климата и содействием взаимовыгодного партнерства с частным сектором. Этому процессу активно содействует наш форум. Мы стремимся диверсифицировать энергетические проекты, привлечь инвестиции не только в добычу сырья, но и в его глубокую переработку. По-прежнему приоритетное внимание будет уделяться повышению казахстанского содержания и трансферту технологий. Мы также признаем возможности предоставляемым возобновляемым источником энергии, и поэтому правительство будет поддерживать несколько крупных перспективных проектов в этой сфере. Прежде всего это развитие солнечной энергетики, использование энергии ветра. Вы знаете, что президент Казахстана Нурсултан Назарбаев инициировал программу партнерства «Зелёный мост». Мы поддерживаем развитие зелёной энергетики и освоение новых видов энергетических ресурсов. Казахстан инвестирует значительные средства развития человеческого капитала, инфраструктуры, технологий, понимая, что изменение климата представляет всё большую угрозу для населения нашей планеты. Наш закон о энергосбережении и энергоэффективности нацелен на уменьшение энергоёмкости промышленности на 10% к 2015 году и 25% к концу текущего десятилетия. Мы также инвестируем внедрение передовых технологий и оборудования, чтобы модернизировать функционирующие объекты электроэнергетики. Без сомнения, угроза энергетической безопасности и экологической устойчивости требует от нас применение соответствующих превентивных мер, а их реализация требует от нас глобальной сплочённости. Только совместными усилиями мы сможем противостоять энергетическим вызовам XXI века. Уверен, что 7-й Евразийский форум КазЭнерджи послужит делу укрепления взаимного доверия государств и народов, формирования единых международных принципов обеспечения глобальной энергетической безопасности. Желаю вам плодотворной работы, интересных дискуссий и хороших удачных решений. Спасибо.